В этой неделе главе мы читаем про смерть Аарона и как народ оплакивала Аарона 30 дней. Хазарь говорит, что Аарона очень любили. И известные слова в пирке Авод, в научениях отцов, будь учеником Аарона, стремись к миру, пытайся, так сказать, помирить всегда людей. Одна из вещей, которую мы произносим по утрам, вот после благосостояния на Тору, мы говорим, что есть вещи, за которые есть награда и в этом мире, и в будущем. Это, конечно, поиски мира. Тот, кто пытается сделать мир между разными людьми. Видно, дамы Хаверобин, и что, да, у нас версия в Сидурах между людьми, между мужем и женой. Пытаться помирить людей, это одна из величайших заповедей. Так вот, есть известная Агада, по-моему, в трактате Авода Рабина Тан. Знаете, есть пирке Авод, по учению отцов, которые большинство людей изучают между Песахом и Шивотом. А есть еще некий комментарий к этому, тоже с времен Хазар, как Медраж. У нас он напечатан обычно в стандартных изданиях Талмуда, в том же томике, где трактат Авода Зара, и там же трактат Авод, и вот после него напечатаны малые трактаты, так называемые. И вот один из малых трактатов, самый длинный из них, это Авода Рабина Тан. Была еще найдена другая версия этого трактата, то есть другой комментарий к пирке Авод. Его назвали Авода Рабина Тан 2. Его нету на стандартных изданиях Талмуда, но его легко найти на интернете, есть он в некоторых изданиях. Его нашли в Кембридже, в каком-то мунскрипте, лет так сто назад, по-моему, и опять же напечатали второй комментарий к пирке Авод. Так вот, в этом Авода Рабина Тан говорится к словам, что будь как Арон, который любит мир, рассказывается такая легенда. Многие, наверное, слышали про нее, что Арон, он умел поверить людей, например, таким способом, что он приходил к одному и говорил, тот второй, с которым ты поссорился, уже давно жалеет. Он бы хотел сделать первый шаг, но ему неудобно. Но на самом деле тебя любит, и он уже жалеет, что он сказал, и как он тебя обидел. На самом деле он раскаивается, просто ему неудобно. Потом Арон шел ко второму и делал ровно то же самое. И когда теперь эти двое встречались, то каждый думал, что второй уже просил бы прощения, просто ему неудобно сделать первый шаг. И теперь уже они обнимались, так сказать, и радовались, и каждый готов был простить, так как каждый думал, что второй его уже простил. И наоборот, что второй уже даже просит прощения, что второй осознает свою ошибку. То есть вот то, что обычно предотвращает возможность помириться, гайва, да, гордыня, которая есть у людей. В данном случае Арон, понимая природу человека, мог эту вещь исправить тем, что каждая сторона думала, что второй на самом деле осознает свою ошибку. Я, честно говоря, попробовал в своей жизни этот способ, у меня ничего не получилось. И думаю, что разница в том, что, конечно, метод Арона может сработать при определенных обстоятельствах, но это должны быть люди, в общем, хорошие, которые не имеют никаких основных претензий друг к другу, скажем так. Что все, весь их диспут, как часто бывает, основан на каком-то недопонимании, ну, там, что-то человек другому сказал, тот обиделся или как-нибудь так. И фактически у них нету ничего против друг друга на долгий срок. Это только вопрос вот чисто гордыни, которая не дает людям помириться и не дает сделать первый шаг. Но очень часто диспуты основаны на более серьезных претензиях друг к другу. И тут невозможно просто сказать каждой стороне, что вторая сторона уже давно раскаивается, потому что они реально хотят, чтобы вторая сторона что-то изменила. Даже не обязательно, чтобы был денежный диспут, но в каких-то вещах, о которых поссорились два человека, каждая сторона, возможно, хочет от другого не просто формально сказать, я виноват, я больше так не буду, а чтобы что-то было изменено. А это уже невозможно сделать за спиной, так сказать, каждой стороны, потому что когда они встретятся, они еще больше друг на друга разозлятся, если окажется, что каждый все еще при своем. Поэтому, видимо, моя ошибка была в том, когда я пытался так помирить, что я не понял, насколько серьезен в данном случае диспут, что только маленькие диспуты, которые ни на чем серьезном не основаны, можно помирить таким образом. А вот когда диспут более коренной, методы Аарона здесь ни при чем. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok